К чему может привести такая политика в области медицины? Ну прежде всего к повышению смертности. Люди будут умирать, потому что нам негде лечить детей. Понимаете в чем дело? Я не против платной медицины, я не против частного бизнеса. И мы тоже. Я против того, что вместо больниц должны быть гостиницы. Я за то, что у людей должен быть выбор. Вот есть у меня деньги, я иду, мне не нравится. Вы знаете, я проходила, что такое платный и бесплатный врач. Я знаю, что такое плохой врач. Я осталась вдовой 4 года назад из-за плохих врачей. Но сейчас, когда мы стали заниматься этими больницами и сбором всей этой информации, я встретила столько людей, которые за эту мизерную зарплату, я вам скажу, в Москве медсестра в больнице, где в день делается 11 операций, получает 8 тысяч. И это в Москве, это не регионы. Мы просто начнем умирать. Начнут умирать пенсионеры, начнут умирать люди моего возраста, среднего, скажем так. И просто негде лечить детей. У нас повышается безумная заболеваемость со стороны аллергии. Дети страдают осматики, а закрывается больница за больницей. К чему это приведет? К ухудшению просто жизни. Нам нечем платить, нам нечего, врачам нечего есть, им нечем кормить семей. Они уходят из профессии. Приходят те, которые покупают дипломы, приходят те, которые потом не могут работать. Или, ну, не знаю. А чем вы объясните, что сегодня так мало людей пришло? Вроде тема-то горячая, касается каждого. Ну, здесь, наверное, есть немножко и моя вина. У меня просто нет столько ресурсов. Имеется в виду информационных ресурсов. Как мы не пытались через социальные сети это раскрутить. Ну, не всем нравится, что я не иду на всякие политические контакты пока. Потому что мы действительно общественное движение. Я не состою в партиях. Мы пытались. Врачи не идут. Они боятся. Они не будут выступать. Они не будут выступать, врачи. Единицы, которых находим. И я говорила, что я готова отдать свое слово. Люди не идут. Не знаю почему. Это гражданская позиция. Всем кажется, что их это не коснется. Так не бывает. Так не бывает. А что нужно сделать? Может быть, привлекать больше политиков? Может быть, как-то звонить во все колокола? Надо звонить во все колокола. Надо звонить. Как звонить? Я когда защищал ДИП-12, я сутками сидел и обзванивал телеканалы. Чтобы они только пришли и только показали тех больных детей и врачей. Чтобы они просто пришли и показали. Они приехали. Когда я сутками тратил, приехали. Кто-то показал, кто-то нет. Все. Это прошло и все успокоились. Потом были моменты, я звонила, мне говорят, ну собирайтесь, ну и собирайтесь. Ну и что, понимаете, я готова уговаривать, я готова объяснять. Я готова разговаривать не просто лозунгами, а именно на основе цифр. Но, но, не знаю. До тех пор, пока мы будем сидеть и думать о том, что это вот, знаете, как мне в одном месте сказали, закрывают плохие больницы, хорошие не закрывают. И через два месяца они сами же просили помощи, потому что их теперь закрывают. Закрывать будут все. Потому что политика страны, государства, власти сейчас сводится к тому, чтобы как можно меньше денег вкладывать именно в бюджетное здравоохранение. Оно не бесплатное, как мы привыкли говорить. Это здравоохранение оплачивается из наших налогов. Нельзя его сказать бесплатным. Ну так вот, это сокращается. Мы все просто встаем на коммерческую основу. Но не надо нас сравнивать с Западом. Пускай это будет так, но для этого надо платить людям достойную зарплату. А почему народ не идет? Не знаю, будем пытаться, будем доносить. Будем говорить. Ну, наверное, настанет момент, когда люди придут. Вот верю. Я верю в том, что это будет. 31-я больница это показала. Я сама им помогала здесь, в Москве, сдавать подписи. Благо, я хороший экскурсовод по всем этим нашим, как было сказано, злачным местам. Это вот, куда мы сдавали коробки с их подписями. И их пример показывает. Но даже у них в связи с пропагандой на первых каналах о том, что там у нас все хорошо и все налаживается, даже у них пошел отток. Люди просто приходят и даже с трибуны у них на Марсовом поле говорят, ну, нам же обещали, значит, так и будет. Вы понимаете, почему люди верят? Ну, почему они не хотят так общаться? Вот они бы пришли сегодня сюда. Я цифры покажу. Я людей покажу, которых закрыли больницу. Я говорила про суд. Меня не пускают в зал суда. Пусть мне департамент докажет о том, что я не права. На законном поле. Вот как есть-то пусть мне скажут, что я не права. Здесь, в Мосгорсуде, в Верховном суде, в Конституционном суде скажут, что я не права, я успокоюсь. Объяснят мне, что мне вместо больницы должна быть гостиница. Ну, зачем буду в гостинице лечить своего ребенка? Субтитры создавал DimaTorzok